Сотрудники одного из агентств в преддверии 8 марта определили самые женские профессии в России. В первой тройке менеджер по маркетингу, адвокат и пиар-менеджер. А вот одна из популярных среди женщин профессии учителя оказалась лишь на четвертом месте. Воспитатель детсада вообще не попал в шорт-лист. Анастасия Ингорн в канун праздника решила провести свое исследование и найти самые востребованные женские профессии среди мужчин. Об этом специальный репортаж сегодня. Несколько сотен рублей и он у твоих ног. Руслан – профессиональный маникюрист-педикюрист. О красоте чужих ногтей он думает уже 4 года. И за это время через его руки прошла тысяча ног. Своё ремесло мастер в шутку называет «резьбой по пяткам» в память о старой работе, которая помогла быстро освоить новую. Я художник-мастер, резчик по дереву, по камню. И переквалифицироваться было не так сложно, потому что здесь такие же вращающие инструменты. Они очень похожи. И накрасить ногти цветом не заставляет труда. Глядя на то, как нежно Руслан обращается с женскими ножками и ручками, и не скажет, что раньше ему доводилось иметь дело с камнями. Клиентки разницу уже почувствовали и выстраиваются к мастеру в очередь. Безусловно, то, что мужчина большими и сильными руками держит твою ножку и ласково делает педикюр, это, конечно, имеет своё значение. Но после Руслана не хочется никому идти. Я думаю, этим всё сказано. Ну, благодарить клиенткам нужно жену Руслана. Именно она привела его в индустрию красоты. Ольга сама мастер маникюра, поэтому к женскому вниманию, которым окружён её муж, относится с пониманием. Ничего личного, просто бизнес. Ну, было такое что-то. Вся же любовь и доброта доставалась только мне, а сейчас сына и на других женщин. Ну, у нас заверительные отношения, всё хорошо. То, что профессии делятся по гендерному признаку, не более, чем стереотип. И уральские мужчины не устают его развенчивать. Например, кто сказал, что в детских садиках могут работать только женщины? Усатый нянь – персонаж вполне себе реальный. С таким воспитателем не забалуешь. В прошлом футболист Римма Раифович уже 11 лет прививает малышам любовь к спорту и развивает дисциплину. Доказано ведь, что кроме женской ласки детям нужна твёрдая мужская рука. Поэтому без няня в садике – никак. Мужчина, он должен где-то и прикрикнуть, и подсказать, как без отца в семье, так и здесь, в детском саду, как без папы. Все мамы, 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 а тут должен же быть один отец какой-то. У Михаила пока один цветок жизни, но обычных – миллионы. Свою жизнь в цветы Михаил превратил 12 лет назад. Он вообще-то инженер, но долго работать по профессии не смог. Не хватало творчества, поэтому решил выучиться на флориста. Спустя годы удивляется, что вообще в этом деле делают женщины. К примеру, в Европе таких мастериц практически нет из лучших побуждений. Вообще флорист – это на самом деле чисто мужская профессия. Нужно всё разбирать, то есть сортировать. Раз в два в три дня нужно воду полностью менять. То есть носить вазоны – это достаточно такой хороший фитнес. Я бы так этим назвал. Плюс оформления – это очень всё тяжело. Впрочем, совсем не важно, кто строит дом, а кто покрывает ногти лаком. Главное, чтобы работу мастер выполнял качественно, а его пол тут ни при чём. Анастасия Эйнгорн, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга.